Очень часто возникает такой вопрос о темпах роста в бизнесе. Говорят, ну я постихонечку, не спеша, постепенно. Сегодня я вам расскажу, почему расти быстро в нашем бизнесе гораздо выгоднее, и что самое главное, проще, чем расти потихонечку, постепенно и не спеша. На самом деле для этого есть всего-навсего три причины, но они очень весомые. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Во-первых, это количество людей в команде. Итак, сейчас расскажу вам небольшую задачку. Такие проходят обычно во втором или третьем классе. Задачка про бассейн вливается и из бассейна выливается. Смотрите, в любом случае, в любом бизнесе всегда есть два процесса. Это процесс наполнения и процесс, скажем так, слива. То есть как в природе. Есть всегда весна, есть осень, когда природа оживает, когда природа умирает. У человека есть всегда рождение и смерть, и сколько бы мы лекарств не изобретали, как бы мы не продляли жизнь человеческую, всегда этот процесс неотвратим. Итак, вы приглашаете партнеров в бизнес. Таким образом наполняете свой бассейн. Допустим, здесь есть желанный вами уровень, скажем, 22%. Вы наполняете его, растете по карьерной лестнице. Если вы наполняете его очень-очень-очень быстро, то вот эта вот брешь, течь, она еще даже не успевает открыться. Однако, если наполнение происходит постепенно, то в любом случае, рано или поздно, часть людей, конечно, не все, но часть, будут думать, что это не мое, почему-то мне здесь не получилось, попробую я себя в другом деле, или вообще бизнес это не для меня, буду рожать детей, варить щи и борщи, и часть людей будет от вас уходить. Если вы наполняете свой бассейн быстро, то этот процесс еще не начался, а вы уже вышли на уровень 22%. И если же вы наполняете его очень медленно, то рано или поздно этот процесс становится равен. То есть вы приглашаете столько людей, сколько и уходит от вас. Таким образом вы застреваете очень долго на одном и том же уровне. И кажется, что переливаете из пустого в порожнее, что топчетесь на одном месте. Как раз потому, что процесс притока и оттока равен, потому что вы слишком сильно затянули темпы своего роста. Смотрите, какое среднее количество людей для того, чтобы стать директором. Очень часто спрашивают, да, сколько же людей нужно для того, чтобы стать директором. А это все зависит от того, в какой срок вы станете директором. Если вы станете за 2-3 месяца, выйдете на уровень 22%, то вам в команду потребуется примерно 100 человек. Если вы выйдете, ну, примерно за 6 месяцев, то вашу команду потребуется уже примерно 250 человек, да, потому что, не забывая, процесс рождения и смерти, да, он всегда был, есть и будет. Если вы становитесь директором за год, вам примерно нужно уже порядка 500 человек. Если вы становитесь директором за 2 года, то примерно 1000 человек. Данные статистически верны, мною уже неоднократно изучены. А теперь задайте себе вопрос. Скольких людей вам проще пригласить в бизнес? 100 или 1000? Какое количество людей проще найти? Какое количество людей проще заинтересовать и замотивировать? Таким образом, если вы оттягиваете процесс своего роста и растете, так сказать, постепенно, то вам нужно перелопатить огромное количество людей. Смотрите сами, как бы готовы вы к этому или вы хотите, наоборот, быстрее и не готовы вот эту вот мешалку, да, запускать вот эту вот мешанину. Смотрите, второй очень интересный процесс. Это энтузиазм. Нарисую вам здесь такой вот, ну, скажем, градусник, да, градусник или шкала энтузиазма. Как термометр, который висит у нас на улице. Как только вы приходите в этот бизнес, вам он кажется очень перспективным, и это так и есть. Вы ставите амбициозные цели, вы видите себя высоко на карьерной лестнице, и это называется точка энтузиазма. Вы горите, пышите жаром и очень, в общем-то, верите в свой успех и абсолютно правы. Если вы не растете в какой-то некоторый период времени, да, или ваш рост слишком медленный, вы падаете, опускаетесь на точку сомнения. Точка сомнения. В вашу голову закрадываются мысли. Может быть, это не мое, может быть, время уже прошло, бизнес не работает, надо было быть первым, может быть, я просто не такой человек, не умею, люди ко мне не те идут. То есть в вашу голову закрадываются куча-куча разных сомнений, которые мешают вам жить и двигаться дальше. Скорее всего, находясь на точке сомнения, вы не так много действуете, вы больше сомневаетесь, думаете, гоняете все эти мысли, и рано или поздно опускаетесь на точку раздражения. Если вы на точке раздражения, то вам все не так, все виноваты, проект не такой, люди не такие, время уже не то, вас все бесит, напрягает, люди как бы не так вам отвечают, как вам хочется, не те партнеры, какие вам хочется, вы уже раздражены, вам все неприятно, все раздражает. И дальше вы отпускаетесь на точку литургического сна, так называемого. То есть это тогда, когда вам уже все равно, что воля, что неволя, все одно. Если сравнить это вот с возрастом человека, то это, допустим, где-то 15 лет подросток, когда человек полон идей, полон надежд. Точка сомнений – это примерно лет 25, когда человек уже обзавелся семьей, понял, что не все так радужно. Точка раздражения – это примерно лет 40, когда человек уже, как бы его все напрягает, правительство, начальство, погода не такая, муж или жена, дети, бесит все. И точка литургического сна наступает лет в 50-60, когда человек говорит, да, мне уже поздно, нежели богато нечего начинать и так далее. Смотрите, ребят, в чем заключается здесь фишка интереса. Фишка заключается в том, что если вы быстро растете и быстро движетесь вперед, то вы никогда не спадаете с точки энтузиазма. Вы полны веры в свой проект, и вы убеждаетесь в том, что вы растете. Вы постоянно на кураже. Если же вы будете долго как бы топтаться на одном месте, вы рано или поздно, это просто человеческие эмоции, по-другому быть не может. То есть вы рано или поздно на точку сомнения все равно опуститесь, поймите, поверьте мне. Потом вы опуститесь на точку раздражения, а потом на точку литургического сна, когда скажут, а, это не мое, пойду я на работу за 15 тысяч рублей. Это энтузиазм. Я думаю, что никто из вас не хотел бы оказаться вот на этой точке и не хотел бы превратиться вот в такого вот овоща. Но когда вы отсрачиваете свой результат, слишком его отодвигаете, вы невольно сами пилите сук, на котором вы сидите, сами роете себе яму. И третья причина, очень важная, это отношение окружения. Или, это сейчас модно называть, с красивым словом, оно мне очень нравится, личный бренд. То есть, какой бренд вы продвигаете? Б, бренд успешного, быстро растущего человека или бренд неудачника. Смотрите, я построю сейчас здесь два графика. По верхней шкале у нас будет идти время, по второй деньги, доход. Вы пришли в бизнес, сейчас вы рассказываете своим знакомым о том, как здесь круто, как здесь интересно. Кто-то приходит к вам сразу, а кто-то говорит, я присмотрюсь. И это нормально. Смотрите, что происходит, если вы растете достаточно быстро. То есть, время мало тратите, а рост у вас довольно высокий. Вот такой, допустим. А может быть, вот так, постепенно у вас какой-то тот рост идет, и доходы небольшие. Вот абсолютно параллельно этой прямой идет отношение окружающих к вашему бизнесу. То есть, вы пришли, сначала они тоже не очень верят, но они видят, ничего себе, через месяц у нее доход 5 тысяч, через два месяца 10, через полгода она купила себе первую машину, а через год уже там квартиру. Естественно, даже те люди, которые отказались, они сами начинают вам задавать вопросы. Послушай, а что у тебя за бизнес? А повтори-ка еще раз, может быть, я тогда не рассмотрел. Если же вы растете по такой кривой, то примерно так идет и отношение вашего окружения. То есть, как бы оно стремится абсолютно к нулю. То есть, эти люди еще больше убеждаются. Да, я же тебе говорил, я же был прав, что отказался, да? И вы действительно пилите тот сук, на котором сидите. Если вы хотите, чтобы ваши знакомые действительно к вам пришли в этот бизнес, ваша задача им показать этот рост. Не вот так вот расти, да? Постепенно, не спеша, никуда как бы не опаздывая, да? Ребята, у вас нет запасной жизни, да? И расти надо действительно здесь очень быстро. Смотрите, сами выбирайте, какой вам нужен темп роста. Сколько вы хотите человек пригласить для того, чтобы быть директором? Какое вы хотите настроение иметь? И какое вы хотите иметь отношение с своих окружающих? Спасибо.